вот вам небольшая вставка мы сейчас находимся ночью в москве я катаюсь на интерсепторе и хочу рассказать немножко о своих впечатлениях а дальше мы продолжим смотреть скучные технические данные из обычного обзора я думаю многие в детстве когда слышали слово байкер представляли себе вот что-то типа классического мотоцикла и мужиков каких-нибудь кожаных куртках которые там ездят по городу так вот сейчас 2024 год и большинство мотоциклов становятся пластиковыми они становятся умнее там появляется все более и более совершенные подвески эффективные двигатели появляется электро мотоцикла он мимо только что проехал и за всем этим становится водить с одной стороны проще а с другой стороны когда ты водишь современный особенно быстрый мотоцикл ты все время чем-то занят то есть ты там наслаждаешься ускорением ты там заморачиваешься на торможение ты все время думаешь как там что-то управлять потому что современные достаточно быстрые мотоциклы они ну требуют процесса управления а я кстати начинал свой мотоциклетный путь именно с классических мотоциклов сначала классические скутеры веспа потом классические триумфы так вот я сел на этот мод и вспомнил как оно было но сейчас ездили по москве снимали ночные кадры и реально удивительно ты едешь и мотоцикл не отвлекает на себя внимание абсолютно то есть он выполняет свою функцию ехать он красивый он металлический ты одеваешь классическую кожаную куртку классические кожаные перчатки джинсы можно одеть классические ботинки и просто ехать наслаждаться городом мод не будет на себя отвлекать если нужно поехать ускориться может поехать ускориться до безо всяких спецэффектов но он способен дарить удовольствие не только от себя как объекты на котором вы едете а он способен дарить удовольствие от абсолютно неспешных прогулок по ночной москве или любому другому городу где вы хотите покататься ночью один с подругой или с друзьями на других мотоциклах это просто катаешься по городу даже не обращаешь внимание на то какой эти объем сколько у тебя лошадиных сил что горку у тебя не показывает какую-то информацию которая тебе важно там когда ты ездишь быстро на мотоцикле ты ни о чем не задумываешься до тех пор пока тебе это не понадобится то есть можно задуматься объеме собственного мотора только тогда когда ты хочешь чтобы этот объем у тебя был а прогулся в режиме обычно таких запросов не возникает вовсе после долгих лет езды уже на быстрых мотоциклов технологичных мотоциклах или внедорожных мотоциклов где-то все время вовлечен процесс управления вот просто покататься ночь не отвлекаясь на сам мотоцикл то есть мы едем что-то снимаем я что-то показываю выбираем какие-то красивые кадры а мод просто везет и можно одеться в классические шмотки мод выглядит красиво блестит и железный по мне это просто кайф привет друзья с вами илья сплин и сегодня у нас на обзоре мотоцикл royal enfield interceptor 650 вообще модель interceptor впервые появилась у энфилда еще в 1960 году и на самом деле посмотрите на экран выглядела на немногим отличаясь от текущей версии сначала их было три поколения они продержались на конвейере 10 лет и в 2018 году марка решила возродить модель в том виде в котором вы видите ее сейчас как ни странно но за этот довольно большой промежуток времени концепция не изменилась это самый настоящий ретро мотоцикл в том понимании в котором он был в 1960 году для того чтобы понять о чем мы с вами сейчас будем говорить необходимо разбираться в терминологии среди тех мотоциклов которые выглядят как ретро сейчас есть два больших класса это настоящие ретро байки их меньшинство и так называемые нео ретро байки и как раз большинство отличаются они тем что настоящие ретро байки технически еще очень близки к тем что были в 60 и 70 и годы а нео ретро байки это по сути современные мотоциклы которые выглядят аля под старину буквально недавно на канале я делал топ самых интересных ретро мотоциклов которые можно приобрести в россии и там не было интерцептора по одной простой причине эту модель нельзя было купить в россии официально энфилд в россии не продавался а например из японии тоже было не привезти потому что там они тоже недоступны и вот наконец этот мотоцикл стал доступен в том числе в рф что же такое настоящий ретро байк давайте разберемся настоящим ретро байкам помимо этого интерцептора относятся такие модели например как мото гудзи в 7 кавасаки w 650 и w800 в трумф беневиль т100 и еще некоторые редкие модели ну например 7 1100 из необычных ретро байков потому что там рядная четверка так вот что все эти мотоциклы объединяет объединяет их набор некоторых качеств если мы говорим про двигатель то это двигатель должен быть воздушного либо воздушно-масляного охлаждения здесь как раз стоит воздушно-масляное если мы говорим про колеса то как правило в классических ретро байках стоят спецованные колеса причем довольно странной размерности это 18 18 им быть не обязательно но это как раз такой самый настоящий привет от 60 годов и на интерцепторы стоят как раз 18 колеса если мы говорим про подвеску то классически считается компоновка с двумя амортизаторами сзади и обычной телескопической вилкой и как вы видите здесь есть как раз два амортизатора сзади и обычная телескопическая вилка про круглую фару я думаю вообще не стоит упоминать потому что как раз стиль из 60-х годов стиль остальных элементов здесь тоже 60-х это характерная форма выпускной системы характерная форма сиденья характерная форма бака приборка состоящая из двух круглых колодцев все по классике и если в него ретро техники именно стилистические элементы как сиденье даже выхлоп копируются то вот подвеска и двигатель как правило уже современные а здесь все как в старые добрые времена несмотря на то что казалось бы в настоящих ретро байках нету технологий то есть те которые добрались до текущих дней и до сих пор стоят на конвейере они обладают минимально необходимыми технологиями чтобы производиться сейчас если как правило евро 5 с точки зрения экологичности выпуска и инжектор потому что без него евро 5 невозможен а также система abs потому что без нее тоже продаваться нельзя все это есть в том числе и здесь как мы видим технологий минимум наверное такие мотоциклы должны стоить гораздо меньше чем их технологичные на ретро собрать и а вот как бы не так если мы посмотрим на самые популярные образцы тех ретро мотоциклов которые я уже перечислил это себе 1100 это w800 это друг бы на виль тесто то мы увидим что их стоимость ну как минимум не меньше чем у аналогичных современных байков отчасти это объясняется тем что такие мод и как правило имеют меньшие тиражи и соответственно стоят они дороже из всей плеяды настоящих ретро мотоциклов интерцептор отличается тем что он стоит значительно дешевле значительно это на десятки процентов причем не только в россии но и например за рубежом где-нибудь в европе или в южной америке если он стоит дешевле то наверное это не просто так и сейчас я предлагаю разобраться на чем здесь сэкономили а что выглядит классно я напомню что мы занимаемся доставка мотоциклов из японии поэтому если вы хотите обновить мотоцикл либо приобрести себе первый байк и провести его из японии то обращайтесь к нам мы делаем это хорошо а также не забывайте что мы купили достаточно большое количество мотоцикла в наличии в том числе являемся официальными дилерами компании royal enfield и binelli и по ссылке в описании к этому видео вы можете посмотреть ассортимент так давайте начнем с двигателя вообще первое на что обращаешь внимание когда начинаешь ехать на этом мотоцикле очень очень солидные низы почему так вышло обычно 48 лошадиных сил выдают рядные двойки объемом примерно 500 кубов это абсолютный стандарт для японии это например модель себе 500 x и кучи китайских копий которые были скопированы именно с этой самой себе 500 x то есть 500 кубов 48 сил это то к чему мы все привыкли здесь же это же мощность снята с 650 кубов само собой если мотоцикл настраивается так чтобы его максимальная мощность не была очень велика при достаточно серьезном объеме у нас появляются очень хорошие низы помимо того что мотоцикл просто тянет снизу при городской эксплуатации у нас появляется очень солидная эластичность например в данный момент я еду на треть передачи у нас трамвайные пути я скидываю до полутора тысяч оборотов и вот где-то с двух он уже без дерготни едет на третий то есть ну скажем а я там много густы 800 кубовая не может так сделать даже близко вы даже не знают довольно низовые мотоциклы типа 1050 вастрома с 2000 на 3 передачи в городе не ездит а этот может соответственно нужно гораздо реже переключать передачи у такой настройки есть обратная сторона а заключается в том что у мото нету ярко выраженных верхов характер очень ровный то есть можно его крутить он даже вполне себе едет но он делать это не хочется если вы привыкли ездить на мотоцикле активно энфилд вас довольно быстро начнет перевоспитывать здесь комфортно переключаться тысячах на пяти при желании вы можете выкручивать передачи но задора в таком характере нету при этом нельзя сказать что мод не едет из-за того что во первых мощность доступна в широком диапазоне оборотов кажется что мотоцикл тянет всегда когда надо даже если ты не переключился вниз ну и в принципе предельная динамика у него но вполне все достойны опять же надо не забывать что здесь чуть меньше чем 50 лошадиных сил давайте сейчас на светофоре замерим его предельную динамику посмотрим что это воде неплохо это конечно не захватывает дух но неплохо постоянно ловлюсь на мысли что так круто я не переключился он едет если у вас 1200 гусь то наверное вы к этому привыкли а вот обладатели средне куба турников даже гораздо более мощный в два раза более мощных чем мотоциклов эти отдельно хочу упомянуть коробку хотя обычные коробки не упоминаю они как бы есть и есть здесь они каким-то образом и настроили так здесь это стоит первое в истории марки royal элнфилд шестиступенчатая коробка так вот они настроили и так что она мало того что мягкой приятно работает так у многих так еще и в дополнение к этому не всегда идеально просто отыскивается нейтраль почему-то в большинстве современных мотоциклах на которых я езжу там от своего ктм а там до агусты иногда есть нюансы с быстрым включением нейтрали сходу никогда тоже привык к мотоциклу а пересаживаешься постоянно с одного на другой на пробках норм но зеркала находятся на уровне зеркал кроссоверов и внедорожников то есть вот когда ты проезжаешь два внедорожника и они стоят зеркалами друг другу это затрудняющий элемент на самом деле основная часть экономии достигается за счет производства в индии энфилд это очень крупная мото компания которая продает мотоциклы просто огромными тиражами абсолютно недосягаемыми для европейских или американских марок производителей мотоциклов которые делают в средне кубатурнике тиражами которые просто в разы меньше чем энфилд поэтому несмотря на то что мод дешевле очень многое в классное давайте сначала разберемся с тем что выглядит классно а потом я покажу на чем все таки сэкономили первое на что ты обращаешь внимание в данный момент когда записываю ролик этот мотоцикл стоит в россии новым чуть больше 650 тысяч рублей это конечно на двигатель и лично я не могу вспомнить ни одного мотоцикла в этой ценовой категории ближайшие что на него действительно похоже из новых мото которая стоит не супер огромных денег это наверное мотогутцы в семь двигатель проработан очень классно на него приятно смотреть это полированные крышки это ребрение которые здесь не просто так она выполняет функцию охлаждения цилиндра это верхняя крышка двигателя которая тоже сделана полированной это то как сделано сама верхняя часть мотора которая не торчит но при этом ее все равно видно все никак не вызывает ощущение что здесь на чем-то сэкономили я очень много ездил на классических мотоциклах и скутерах я много ездил на веспах я очень много ездил на триумфе thunderbird 900 я на нем путешествовал там и барселону и вокруг черного моря и где только на нем не был ты сейчас знаком с классиками действительно очень плотно и на том же моем триумфе двигатель выглядел не лучше чем он выглядит на этом энфилде если вам интересно то обзор очень старый кстати на мой триумф вы можете тоже найти на канале если хоть кто-то из вас знает классический мотоцикл за эти деньги где мотор будет настолько же проработан с точки зрения внешнего вида ну напишите в комментариях потому что я таких просто не знаю если рассматривать мотоцикл дальше то можно обратить внимание на выпуск выглядит он точно так же как выпуска на тех же самых триумфах красиво сделано сиденье красиво сделан бак он хорошо покрашен красиво сделан масляный радиатор то есть смотря на основные элементы мото на чем здесь сэкономили я думаю найти будет очень сложно если продолжить рассматривать и смотреть уже в мелкие детали мы конечно сможем найти экономию по сравнению например с теми же самыми триумфами если например фара головного цвета выглядит действительно дорогой она диодная и к ней не прикопаешься то поворотники что передние что задние смотрятся уже достаточно недорого и их можно при желании поменять нам какие-нибудь другие то же самое касается и заднего фонаря если к нему приглядеться то видно что это не самый дорогой элемент в этом мотоцикле если мы будем смотреть на органы управления то здесь чуть двойственные впечатления например сочетание грузика руля с гриппсой выглядит очень красиво и очень дорого это тоже можно смело ставить на триумф сходу если мы смотрим на пульт здесь он выполнен из пластика но выглядит в целом неплохо а вот элементы переключения что на правом что на левом выглядит достаточно недорого это конечно бросается в глаза особенно на правом пульте который красного цвета но опять же я сейчас ставлю перед собой задачу до чего-нибудь докопаться если мы взглянем на ручки тормоза и сцепления то снова здесь будет не до чего докапываться потому что они действительно очень круто выглядят и плюс еще имеют регулировку тоже можно смело отсюда переставлять хоть на триумф если взглянем на тормозной бачок то он выглядит круто и дорого но сверху стоит пластиковая крышечка которая дорого уже не выглядит в общем думаю что с точки зрения внешнего вида мы разобрались его случае внешний вид это часто вопрос вкуса поэтому вы тут сами сможете оценить что вам нравится а что может быть не очень теперь давайте перейдем к его техническим характеристикам и начнем конечно с мотора мотор здесь это рядная двойка с развалом коленвала в 270 градусов выдает она 650 кубов рабочего объема 47 лошадиных сил с одной стороны это не очень много с другой стороны это абсолютно нормальный показатель для классиков потому что классические воздушные или воздушно-масляные моторы в принципе имеют меньшую отдачу чем их современные собратья с жидкостным охлаждением кавасаки w800 например практически с 800 кубов рабочего объема выдают такую же мощность как этот энфилд а триумф беневиль т100 900 кубов выдает 64 лошади так что по меркам классиков энфилд даже неплохо так форсирован у всех классических моторов есть общая черта у них всегда довольно хорошо выражены низы есть определенная середина и достаточно слабые верхи то есть от мотоциклов такого типа ждать какого-то другого характера не надо исключение могут составлять рядные четверки например тоже самое себе 1100 но рядной четверки тоже совсем другой разговор мотоцикл кстати есть и некоторые необязательные элементы которые вообще не ожидаешь на моти за эту цену к примеру на цилиндре есть очень симпатичный такой антиприз жарочный элемент чтобы случае если вы касались своим коленом каким-то образом цилиндра то вы к нему не приплавились также есть защита заднего тормозного цилиндра сделана из металла а действительно хорошо выглядит здесь из такого же металла сделаны еще одна защита и если мы посмотрим на подножки то вы увидите что это действительно очень хорошо и дорого выглядящие подножки правда вот рядом ножка тормоза и она выглядит уже обычно просто из листового металла что несколько контрастирует с дорогим видом подножки но опять же на чем-то надо экономить говорим немножко подвески подвеска здесь это элемент на который не стали тратить много денег да она выглядит очень красивые задние амортизаторы с расширительными бачками это все классно а подвеска недорогая можно сделать мотоцикл управляемый двумя способами первое это сделать его достаточно валким чтобы он был мягким мягко проходил неровности но это будет сказываться на управляемости в поворотах многие ездили например на там 1500 вулкане или drag star и 1100 например на развязках если ехать на развязки относительно быстро то вы знаете что мотоцикл по ощущениям как будто бы плавает у него недостаточная жесткость мягкие подвески инженеры royal enfield пошли другим путем и мотоцикл достаточно жесткий с одной стороны нету вот этого ощущения расхлябанности в поворотах типа развязок которые достаточно резкие и скоростные с другой стороны всякую городскую мелочевку мотоцикл проходит достаточно жестко мы сейчас специально с вами поедем на брусчатку и я поделюсь с вами своими впечатлениями я ежедневно обычно езжу по городу на агусте туризма велочи в ней 110 сил рядная тройка очень задорный мотор и вот сейчас ловлю себя на мысли я второй день очень плотно езжу на интерцепторы по москве и в обычной городской эксплуатации когда мне нужно просто ехать то есть там нет задачи быстро ускоряться получать от этого какие-то эмоции так далее просто ехать просто доезжать динамики достаточно то даже не с самой скоб динамики сколько тяги всегда хватает не нужно часто переключаться и вот это все но разгоняется вполне себе адекватная даже не докручивая его там до красной зоны даже в узких пробках принципе проезжабельно на зеркала конечно него предпочел возможность складывать сеть одно из преимуществ классического мотоцикла они низкие у них не ощущается вес так сильно как у многих современных городских некидов обратите внимание как сделаны городские некиды как выглядит у них сейчас профиль мотоцикл достаточно высокий а там где сиденья высота резко уходит вниз то есть бак у них всегда расположен в среднем значительно выше чем у классиков а классики сверху плоские то есть классик идет вот так а современный байк вот так и более низкое расположение бака играет роль и так вот наша брусчатка ну давайте ну да я ехал сюда специально чтобы посмотреть как он будет себя вести на такой дороге ну довольно точно он передает всю эту мелочь понятное дело что брусчатых дорог не так много вот это вот самое страшное для него вот много мелкого потому что он довольно четко передает дорожный профиль при городской эксплуатации это решилось бы установкой либо опционального гелевого седла потому что сиденье достаточно жесткая что вкупы с такой подвеской делает проезд таких неровностей достаточно некомфортным либо можно просто вшить гелевый вкладыш уже будет значительно лучше я на всякий случай зашел в интернет и посмотрел ни одному ли мне так кажется нет ни одному на самом деле об этом говорят практически все но есть решение например примерно за 30 тысяч рублей можно привести кит от компании у сс который очень хорошо по отзывам влияет на работу вилки может быть мы даже такие киты и привезем посмотрим будет какой-то спрос про задние амортизаторы я уже сказал единственное у них действительно интересный внешний вид они выглядят гораздо дороже чем они есть на самом деле у них есть выносной резервуар причем он красивого позолоченного цвета но при этом аморты действительно простые и работают очень просто это один из тех элементов на котором сэкономили выехал на набережную здесь можно рассказать что-нибудь про управляемость тут как раз вещи неровности и в общем вот здесь жесткость мотоцикла даже несмотря на неровности наверное благо потому что можно поворачивать не чувствует себя расхлебаном для бюджетной подвески это уже неплохо когда я поехал на нем первый раз почему-то я был уверен что у него достаточно длинная база потом когда я стал проверять оказалось что это не так мотоцикл сеть вообще не выглядит маленьким он не маленький почему-то база у него примерно такая же как даже чуть короче чем у w650 при этом настроен он несмотря на не самую длинную базу как оказалось на то чтобы очень хорошо держать прямую прямой он держит классно такие длительные повороты он тоже заправляется довольно удобно не любит только мелкие объезды затяжной поворот в таких ему комфортно сейчас подумал что здесь настройка подвески ровно противоположная настройки подвески на первом гималайя не который 411 там он наоборот супер мягкий там правда еще ходы достаточно большие 20 сантиметровые код он супер мягкие всегда плюшевый здесь все наоборот по вибрациям мотоцикл не сильно вибро нагружен вибрации есть они появляются в основном на разгоне и продаются в основном подножки на сиденье вибрации нету вообще на руле минимальное количество появляются они в основном после 5000 оборотов в минуту под сброс газа тоже присутствует но тоже на подножках при ровной езде на оборотах выше 4000 тоже на подножках они есть но этот уровень вибрации особенно для городского сам мотоцикла он не напрягающий абсолютно просто надо понимать что это не рядная четверка несколько слов про тормоза вообще садясь на этот мод я если честно ожидал что будет хуже но он здесь есть о чем рассказать про передний тормоз глядя на него я думал что будет все достаточно грустно но в принципе я доволен тем как в энфилде смогли его настроить потому что вот я сейчас спокойно его прожимаю до abs просто сходу информативность конечно же не хватает с неба звезд но в общем в рамках класса это прямо твердая четверка конечно не стоит этого сравнивать там с тормозами срр а с чуткостью таких тормозов одним пальцем здесь не потормозишь но под два вполне себе кстати говоря про abs abs здесь стоит современная и это чувствуется по ее работе то есть мелкая мелкая дрожь давайте остановимся эффективно очень безопасно сейчас вот оба тормоза я прожал до срабатывания антиблокировочной системы когда едешь неспешно характер мотоцикла начинает раскрываться можешь ехать смотреть по сторонам тебе никуда не надо спешить не мотоцикл не обращают на себя внимание он просто берет не везет тебя этот мод весит значит и меньше триумфа и в энфилде его каким-то образом настроили так что усилия на ручке адекватная я реально подумал а не пытаюсь ли я захвалить мотоцикл может быть не кажется я на всякий случай залез в интернет и почитал обзоры всяких авторитетных журналов на этот мотоцикл нет все пишут про адекватное усилие на ручке которые не ожидаешь от такой конфигурации понятное дело что это не блестящие тормоза по современным меркам их нельзя назвать даже хорошими но они не пугают как меня пугали тормоза на триумфе даже получше чем очень схожая конфигурация на shadow 750 а там они тоже тормозили достаточно адекватно я много ездил на 750 shadow сзади у нас стоит тормозной диск они барабан слава богу потому что по классической схеме 60-х и барабан был бы здесь уместен но поставили диск что интересно по сравнению с современными городскими мотоциклами задний тормоз имеет достаточно большой процент по ощущениям во вкладе при торможении то есть на многих современных накидах задний тормоз практически не замедляет мотоцикл здесь же он весьма чувствуется если кто-то из вас ездит на крузерах то вы знаете что на крузерах например совсем другая развесовка и задний тормоз имеет очень ощутимый вклад так вот здесь само собой не крузерное ощущение но что-то приближенное к этому помню когда со своего триумфа сел на кавасаки w650 я подумал что что за велосипед почему он такой маленький и легкий потому что триумф достаточно большой и тяжелый так вот этот мотоцикл очень похож по своим весовым характеристикам на w650 его сухой вес составляет 198 килограммов это всего лишь на три килограмма больше чем у w классики в принципе никогда не бывают супер легкими а учитывая что это средний кубатурник его снаряженная масса очень-очень-очень адекватно для настоящего классика сейчас января у нас 2024 год а это значит что что везде есть технологии и здесь они тоже есть и давайте про них поговорим у мотоцикла есть abs еще у мотоцикла есть инжектор это вторая технология есть еще третья технология и это юсб розеточка которая у нас спряталась вот здесь мне можно что-нибудь подключить и на этом на самом деле технологии заканчиваются нет есть еще одна технология это маленький жк дисплейчик который показывает пробег и сколько топлива осталось в баке все на этом точно все оцените кстати вроде бы еще одна мелочь но очень приятно здесь есть замочная скважина эта штучка снимается здесь у нас очень симпатичный оригинальный набор инструментов симпатичные тканевые сумочки сворачивающийся перед посадки мотоцикл невысокий как любой классик меня рост 176 сантиметров я спокойно стою двумя ногами на земле я думаю что если бы я был еще меньшего роста все равно бы спокойно стоял двумя ногами на земле посадка здесь классическая но с небольшим таким едва очутимым наклоном вперед то есть полной вертикальности нет я бы сидел вот так совсем едва уловимый наклон вперед присутствует ехать по городу в том числе долго ехать по городу мне было крайне комфортно единственное что может начать вызывать дискомфорт это жесткое сидение не в городе городе мне ничего не затекал даже когда катался там полдня но если бы я ездил в дальние поездки по крайней мере гелевый вкладыш я бы в него вшил вся эргономика это абсолютная классика из того что есть не совсем стандартного здесь есть аварийка остается разобраться с приборкой но здесь все совсем просто есть просто общий одометр есть суточный пробег а суточный пробег б и указатель топлива электронные все на правом колодце соответственно есть просто контрольные лампы еще один кстати очень интересный элемент который тоже сделан специально закосом под старину это гудок потому что кудок здесь да простят меня соседи очень очень громкий и низкий как-то так отличие от многих современных мотоциклов здесь все сделано так как было принято делать 70-е годы и среди прочего здесь сцепление не проскальзывающее и для меня привыкшего к проскальзывающим очень приятно опять нормально чувствует торможение двигателем потому что например на моей агусте тормозить двигателем не очень выходит потому что сразу сцепление проскальзывает а мод просто едет дальше да ему реально приятно рулить я не мог представить такого если это конечно быстрые повороты маленькие объезды не нравится сидеть это очень удобно у тебя ноги сжимают бак вы штамповки сделаны вот ровно там где их ожидаешь увидеть городе удобненько а теперь самое интересное нужно понять для кого такой мотоцикл вообще я вижу два типа людей и среди тех кто к нам приходит и заказывают эти типы людей четко прослеживается один из них это те кто просто выбирает мотоцикл для города в бюджет они не сильно понимают различия между настоящей ретро техникой или нео ретро техника они просто выбирают чтобы ну нравилось это что мощность какая-то была а тут еще и вроде как объем больше чем обычно у мото за этот бюджет то есть там не 500 кубов а 650 и они просто смотрят чтобы вот условно красивенький и по сравнению с конкурентами чем-то там выделялся будь то там своя красота объем что-то еще второй тип людей это люди которые уже на всем поездили буквально вчера к нам пришел человек которого мы же привозили к тем 1290 супер adventure r он ездит путешествует это реально супер высокотехнологичный мотоцикл он может все он достаточно дорого стоит и человек пришел чтобы посмотреть такой энфилд себе для того чтобы просто ездить по городу чтобы не бороться с мотоциклом не заниматься управлением мотоциклом а когда у тебя мощный современный байк ты занимаешься управлением мотоциклом потому что довольно быстро разгоняешься все время контролируешь ситуацию что такое иногда хочется это все оставить и уйти в мир двух колодцев приборки в мир воздушно-масляного мотора где мотоцикл не отвлекает на себя внимание а просто перевозят тебя где ты можешь просто наслаждаться тем что ты едешь или не отвлекаться на мотоцикл когда ты куда-то едешь когда ты ездишь на этом байке у тебя возникает одно очень интересное ощущение вы наверное знаете что такое бюджетные линейки обычно когда мы говорим про мотоциклы в районе там стоимости вот этого мото в текущих реалиях конечно же или про бюджетные линейки автомобилей мы понимаем что мы едем на штуке где много на чем экономили это видно во многих каких-то элементах когда ты едешь на энфилде у тебя нету ощущения что ты едешь на вот этой пресловутой младшей линейки в рамки хендфилда кстати 650 это их верхняя линейка они младшие но экономии реально не ощущается кроме тех вот нескольких элементов которые сказал то есть даже если у тебя тот же самый как у нашего клиента 1290 ктм не стыдно садиться на такой мотоцикл и ездить на нем каждый день по городу и еще буквально вот сегодня пока я снимаю этот ролик приходил человек и смотрел его он пересаживается с классического триумфа на него же потому что триумф пришла пора менять триумф простой этот простой он хочет просто простой но новый на самом деле есть люди кто хотят простые мотоциклы и иногда самый простой выход из этого это купить поддержанный мотоцикл но не все хотят заморачиваться с поддержанными мотоциклами потому что там в любом случае приходится что-то делать что-то допиливать а здесь можно купить за цену поддержанного триумфа новый энфилд делать так или нет решать только вам мне мод зашел кроме подвески это единственное к чему у меня возникла такая претензия которая хоть сколько-то весит кататься было действительно весело я вернулся в свою юность когда я гонял на классических веспах и триумфах само собой я должен сказать что это обзор не просто обзор от мотоблогера что мы являемся официальным дилером компании royal энфилд поэтому можно считать что я где-то его перехвалил но никогда не верьте никому на слово зайдите почитайте обзор от motorcycle news от cycle world от любого другого солидного иностранного мотоиздания и вы скорее всего прочитаете примерно то же самое что я вам сказал потому что это мотоцикл который у многих серьезных дядек журналистов которые всю жизнь ездят на самых разных мотоциклах вызывает улыбку а это мне кажется дорогого стоит реально отличный мод за свои деньги вот и все что я хотел рассказать к понравилось ставьте лайки подписывайтесь на канал кому есть что сказать а я думаю вам есть что сказать пишите об этом в комментариях с вами был я илья сплин до новых встреч